Полубашня юго-восточной казармы или так называемый Барбакан. В ходе исторических событий объект в разные годы играл разную роль. В 40-х годах XX века здесь находилась казарма, а после войны заоружение было оборудовано под склады. Вскоре помещение Барбакана переоборудуют в музей. Жители и гости Бреста смогут познакомиться с историей крепости, с момента ее основания и до окончания Великой Отечественной. Концепция нами разработана, работают художники, работают научные сотрудники мемориального комплекса, со специалистами архивы, безусловно, используем. Предположительно, музейная экспозиция откроет свои двери в декабре. Новая точка притяжения появится в ходе проекта союзного государства, в рамках которого на сохранение сооружений крепости выделено более трех миллионов рублей. Музей уже начинает приобретать свои очертания. Вехи летописи цитадели будут представлены в семи залах второго этажа. Задействуют современные технологии. Детали пока держатся в секрете, но можно предположить использование 3D-объектов. В каждом из этих семи залов нашли отражение, наверное, эпизоды, основные эпизоды из истории Брестской крепости. Начало строительства, Первая мировая война, мы так полагаем. Перед Польский, когда в Брестской крепости располагался, Польский гарнизон, показать по другим углам оборону Брестской крепости. В следующем году планируется ремонт и музификация восточного форта, который находится на территории Кобринского укрепления и руин. Брестская крепость остается главной достопримечательностью города и одним из самых посещаемых мест в Беларуси. В 2018-м в легендарной цитадели над Богом уже побывали почти 400 тысяч туристов. Более, чем из 30 стран мира. Мы ездили на отдых с семьей за границу и на обратном пути решили заехать, посмотреть это святое место, которое держало оборону. Она первая приняла бой с немецко-фашистскими захватчиками. Состояние такое вот, наверное, волнение. Вот это все, это ком в горло подкатывает. Не без этого. Чувство гордости. Я был здесь в детстве, когда еще в школе учился. Нас привозили сюда целым классом на эту как бы святую землю, которая полита кровью защитниками Брестской крепости. Об этом много все слышали. Ну вот посчастливилось еще раз чувство гордости за людей, которые стояли насмерть. Интересна, конечно, память. Я так хочу, чтобы все молодое поколение не забывало героев, не забывало то, что сделали для нас. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буктовая.